Дорожный патруль 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 прошлого года которая на сегодняшний день мягко сказать нехорошая значит в прошлом году мы на дорогах области потеряли 151 человек 151 человек общее количество дтп возросло незначительно а вот тяжесть последствий возросла и значительно практически на 40 процентов в прошлом году у нас на территории области погибло 118 человек это но очень большой рост также у нас 1456 получили 1456 человек получили ранение это на 11 процентов больше чем в прошлом году это самое большое самый большой показаний показателя число погибших людей самое большое за последние 7 лет начинали начинаем разбираться почему и почему увеличилась тяжесть последствий но хочу сразу сказать что по категории участников до дорожного движения 90 процентов дорожно-транспортных происшествий произошли по вине водителей но под над этим надо задуматься из-за нарушений пдд водителями погибло 136 человек это 90 процентов погибших людей понимаете какие-то большие цифры действительно печально да по местам совершения у нас практически 36 процентов или 427 дорожно-транспортных происшествий произошли вне населенных пунктов но это каждое третье дорожно-транспортное происшествие вот здесь самое важное что и на эти дорожно-транспортные происшествия которые произошли вне населенных пунктов три четверти погибших это 74 процентов или 112 человек то есть сегодня люди гибнут вне населенных пунктов александр анатольевич а что почему дороги вроде бы отремонтировали щиты установили камеру установили этих мер недостаточно но смотрите да действительно мы вот на протяжении последних четырех лет каждый год у нас снижается количество дороже транспортных происшествий практически от 15 до 20 процентов от общего количества их по недостаткам дорожного уличного содержания то есть дороги действительно становятся лучше особенно опорной оси скорости на этих магистралях возрастают потом проведя анализ мы за последний год видим значительное увеличение трафика движения по региональным и по федеральным автомобильным дорогам что к этому привело это конечно же санкционное влияние недружественных стран разворот на восток у нас транспорт значительно загружен сегодня и перевести то или иной груз сегодня стало сложнее с ржд люди пересели на автомобили грузовые и поехали транзитом через нашу амурскую область в определенные месяца например взять там июнь по автомобильной дороге благовещенц-белогорск или подъезд к городу благовещенску значение движения грузового транспорта достигала до 8000 транспортных средств по этой дороге в сутки то есть понимаете какое интенсивное движение и грузовых автомобилей эти автомобили современные двигаются по хорошим дорогам со скоростью 90 и более километров наши люди пытаясь обогнать это транспортное средство не справляются с управлением съезжают с проезжей части лобовые столкновения и в таких дороже транспортных происшествий с такими скоростями выжить достаточно сложно тяжесть последствий увеличилась здесь конечно мы видя эту ситуацию предпринимаем шаги вместе с владельцами дорог разрабатываем комплексы мероприятий как с далекой реализации это такие капиталоемки как реконструкция как увеличение полосном расширение с двух до четырех разделение потоков и так и начинаем проектирование сегодня такая работа ведется и в кудсд дальний востоке амуру продором по участкам дорог с максимальной загруженностью это например если приводить в пример то это участок подъезда города благореченск от 11 километра до ивановки мы предлагаем продлить эту дорогу до березовки поскольку понимаем что запустится полноценном режиме движение по мосту через амуру естественно трафик это будет увеличиваться и вообще движение будет усложняться по федеральным по региональным дорогами в этом году вы упоминали о том что проводили анализ по аварийности региональных и федеральных дорог расскажите немного об этом где чаще всего аварии происходит но да действительно мы каждую дорогу разложили наверное самый простой математическим действием да это протяженность автомобильной дороги и количество пострадавших погибших людей у нас самая сложная ситуация на сегодняшний день это как раз на автомобильной дороге подъезд городу благовещенск то есть дорога благовещенск белогорск на сто двадцать четыре километра в прошлом году погибло 17 человек если разделить эти два показателя это на каждый фактически седьмой километр у нас погиб человек следующая аварийная дорога у нас это благовещен свободный на сто тридцать пять километров погибло 11 человек или на каждые 12 километров потом у нас по проблемность идет благовещенск гомелевка 171 километр погибло 10 человек или на 17 километров 1 дальше идет федеральная дорога амур на тысяча 13 километров 39 погибших и благовещенск бибикова 69 километров это два человека погибших вот особое внимание как раз вот по сложности этих автомобильных дорог сегодня у нас уделяется это как раз благовещенск белогорск вот этой автомобильной трассе и поэтому по этой дороге мы устанавливаем правильно вы сказали дополнительные информационные щиты начал работу дорожный патруль так называемый чтобы эти информационные щиты где мы пишем да что ведется фото видеофиксации установлены комплексы стационарные чтобы за каждым счетом можно сказать человек понимал что здесь действительно ведется видеонаблюдение фиксируется нарушение правил дорожного движения и за это выносится постановление с приведу такие цифры что в течение первых дней работы мобильного дорожного патруля нашего мобильными комплексами который позволяет выявлять административное правонарушение в условиях реального движения выявляли ну минимум 100 правонарушений из которых ну как минимум 10-15 процентов это превышение скорости в два и более раз это федеральные дороги до подъезд белогорск ну то есть понимаете когда транспорт движется со скоростью сто сто семьдесят километров в час и но это фактически нет шансов выжить случае дорожного транспортного прошествия вот для как раз успокоения потока для стабилизации скоростей значит там и начал работать дорожный патруль хочу сразу сказать нет никакого желания штрафовать и нет никакого желания залазить кому-то в карман как часто пишут и мы для себя считаем победой когда вот за неполный месяц работы мы выявляли 100 и более административных правонарушений сегодня это значение 50 60 то есть понимаете есть результаты и вот такие значения до для нас является победой вот это для нас у нас сожалению немного остается совсем времени давайте коротко расскажем где в ближайшее время появится дорожный патруль еще в каких городах до дорожный патруль у нас передан на региональный уровень он сегодня работает в амуру-продоре и обслуживает как раз город благовещенск региональные и федеральные дороги вот четыре дороги с максимально инфективным аварийностью которые я назвал на этих дорогах уже работает дорожный патруль а в дни с максимальной аварийности вот мы по анализу за прошлый год понимаем что например в пятницу там максимальное количество аварий будет работать и два экипажа с необходимо то и три на этих дорогах и в ближайшее время дорожный патруль откроется в других городах есть планы захватить всю область правильно их захватить организовать работу до охватить охватить как раз абсолютно верно до перспективе мы запустим подразделение дорожного патруля этому уже приобрели транспорт это в городе свободным городе белогорск который будет обслуживать и белогорский округ и свободенский округ и прилегающие федеральной и региональной трассы посмотрим на эффективность в перспективе рассматриваем и север области это тында и юг области это возможно новобурейский спасибо большое за хорошую беседу информативную беседу к сожалению время программа у нас заканчивается я напоминаю нашим зрителям что сегодня мы разговаривали с министром транспорта и дорожного хозяйства морской области александром зелениным о нововведениях дорожной сети при амуре студии работала ирина батина всем хорошего дня до свидания и Редактор субтитров А.Семкин